По поручению главы государства Нурсултана Назарбаева, премьер-министр Бахаджан Сагентаев посетил с рабочей поездкой Мангистаускую область. Он ознакомился с ходом реализации задач послания, новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции, пяти социальных инициатив, государственных и отраслевых программ, а также нового закона о предпринимательской деятельности. Первым городом в рабочей поездке премьер-министра стал Женаузен. Здесь Бахаджан Сагентаев посетил ряд инфраструктурных и производственных объектов. Они вошли в комплексный план социально-экономического развития города Женаузен на 2012-2020 годы. В одном из новых цехов управления по ремонту нефтепромыслового оборудования премьер-министру рассказали о реализации проекта «Цифровое месторождение». А на мини-ТЭЦ Бахаджан Сагентаев ознакомился с модернизированной станцией, а также проверил готовность котельной к предстоящему отопительному сезону. О социально-экономическом развитии, внедрении индустрии 4.0, расширении предпринимательства и цифровизации шла речь на встрече с общественностью и активом Женаузена. В Актау премьер-министр республики посетил металлургический завод и цех по производству насосов для нефтегазовой отрасли, который обеспечивает оборудованием не только Казахстан, но и соседний Азербайджан. Также в Актау Бахаджан Сагентаев посетил Центр обслуживания предпринимателей, работа которого направлена на развитие малого и среднего бизнеса в рамках реализации нового проекта о предпринимательской деятельности. Одним из главных мероприятий в графике рабочей поездки премьер-министра стала встреча с активом Мангисталской области и представителями бизнес-сообщества по актуальным вопросам развития региона и реализации послания главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». С отчетами выступили руководители всех крупных предприятий с иностранным участием. На встрече обсудили вопросы технологической модернизации, внедрения цифровизации и индустрии 4.0, дальнейшей диверсификации экономики, подготовке квалифицированных кадров, развитие бизнеса, а также реализации пяти социальных инициатив.